МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Я и мои коллеги расскажем вам о самых главных событиях этого дня. На главном зимнике региона вновь бушует пурга. Накануне с временной ледовой трассы эвакуировали женщин и ребенка. В школу на вертолете. В Заполярье продолжается кампания по доставке детей из отдаленных поселков округа после зимних каникул к месту учебы в Наринмар. Необычная погоня. Сотрудники МЧС, волонтеры и опытные охотники ловили белого лебедя. Два дня пернатый убегал от многочисленных служб и в итоге был пойман. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. С зимника Наринмар-Усинск были эвакуированы две женщины и ребенок. Все произошло накануне. Спасатели выехали в район поселка Хорягинский для эвакуации людей с временной трассы в 19.30. В районе пяти утра все были доставлены в Наринмар. На данный момент движение по зимнику не ограничено. Тем не менее, по информации диспетчера подрядной организации, на ледовой дороге сильная пурга. По прогнозу метеорологов в ближайшее время ожидается ухудшение погоды. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. В связи с этим могут быть введены временные ограничения движения по зимней автодороге. Об этом сообщили в диспетчерской подрядчика по строительству и содержанию зимника Наринмар-Усинск компании «Строй-Универсал». В МЧС России по Ниньскому округу напоминают, что водителям, планирующим в ближайшее время выезжать в сторону зимника, необходимо адекватно оценивать погодные условия и возможность техники. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на зимнике можно обратиться по телефону доверия главного управления МЧС 8-818-53-499-99 или на единый телефон экстренных служб 112. Во Дворце культуры Арктика состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников прокуратуры Российской Федерации, которое ежегодно отмечается в России 12 января, начиная с 1996 года в соответствии с указом президента. Отстаивать принципы законности и правопорядка в государстве – основная задача прокуратуры, созданная еще в 1722 году Петром I. В зале торжественных мероприятий 13 января подвести итоги за прошедший год и отметить заслуги в надзорной деятельности собрались работники прокуратуры Нинецкого округа, ветераны, руководители органов государственной власти округа и территориальных органов Российской Федерации в регионе. С приветственным словом в своем видеообращении к присутствующим обратился генеральный прокурор России Юрий Чайко. Прокурор Нинецкого округа Николай Егоров в своем выступлении поздравил коллег с профессиональным праздником и выделил основные направления деятельности прокуратуры в 2019 году. В прошедшем году традиционно важнейшими направлениями нашей надзорной деятельности оставались вопросы координации правоохранительных органов по борьбе с преступностью, защита прав и свобод граждан, интересов инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей, оставшихся без подключения родителей. Более зрения прокуроров находились в вопросах законности при расходовании бюджетных средств, осуществлении закупок, развитии предпринимательства. Прокуратура Нинецкого округа активно участвует в правотворческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Ежегодно в рамках реализации права законодательной инициативы разрабатываются проекты окружных законов, направленных на устранение пробелов и совершенствование правового регулирования. Инициируется принятие органов государственной власти региона правовых актов, необходимых для реализации федерального законодательства. Поздравили сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником главный федеральный инспектор в Ненецком округе Кирилл Шимко, вице-спикер собрания депутатов Ненецкого округа Максим Арбузов, другие официальные лица. Глава региона Александр Цибульский в своем выступлении отметил эффективность деятельности прокуратуры Ненецкого округа. От эффективности вашей работы во многом зависит вера людей в законы и справедливости. От того, мы все понимаем, какая ответственность ежедневно лежит на ваших плечах. Закон это правило, по которым живет государство, живут его граждане, развивается экономика, социальная сфера, растет благосостояние людей. И, конечно, высокая миссия по контролю за исполнением законодательства, возложенной на прокуратуру, требует от вас особой качественности. В первую очередь, это честность и беспристрастность. Я глубоко убежден, что все эти качества присущи каждому из работников прокуратуры Ненецкого округа. У нас в округе сформировалась, мне кажется, действительно очень сильная и слаженная команда прокурорского корпуса, которые способны решать самые сложные и ответственные задачи. И органы государственной власти Ненецкого автономного округа чувствуют реальную поддержку в вопросах развития региона со стороны вашего ветерства. На торжественном мероприятии за вклад, внесенный в защиту прав и свобод граждан, укрепление законности в регионе благодарственными письмами губернатора Ненецкого округа были удостоены начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Петр Лудников и старший помощник прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Бенчуров. В день празднования 298-й годовщины российской прокуратуры прокурор Ненецкого округа Николай Егоров вручил коллегам ведомственные награды. Приказом генерального прокурора России, нагрудным знаком почетный работник прокуратуры Российской Федерации, был удостоен заместитель прокурора округа старший советник юстиции Александр Панов. Знаком отличия за верность закону третьей степени награжден прокурор отдела по рассмотрению уголовных дел советник юстиции Евгений Болевич. Пять сотрудников прокуратуры были отмечены грамотными и благодарственными письмами генерального прокурора России. Алина Ваучейская, Ольга Малыгина, Владислав Носкин, Телеканал Север. План приватизации государственного имущества Ненецкого округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 рассмотрели на очередном заседании администрации. Программу утвердили и вынесли на рассмотрение окружного собрания депутатов. План предусматривает приватизацию объекта незавершенного строительства по улице Авиаторов и земельного участка под ним путем продажи данного объекта. Его снос, по оценкам специалистов, нецелесообразен. Данный объект у нас был передан из города для завершения строительства многоквартирного жилого дома по улице Авиаторов. Ну, ввиду того, что земельный участок обременен объектом незавершенного строительства в рамках земельного кодекса у нас не представляется возможным этот участок предоставить. Соответственно, необходимо проводить процедуру приватизации. В этой связи мы и включили данный объект в прогнозный план. Кроме того, предполагается приватизация акционерного общества ВИТО путем вливания денежных средств в уставной капитал предприятия. Предлагаются установить сроки приватизации 2-й и 4-й квартала этого года. По предварительным оценкам принятие законопроекта повлечет увлечение доходов окружного бюджета на 6 млн 672 тыс. рублей. Это предварительная оценка по кадастровой стоимости и балансовой стоимости объектов без учета акций. Соответственно, оценка рыночной стоимости будет проводиться после принятия решения об условиях приватизации, которые принимаются на полном распоряжении администрации. Кроме того, в ходе заседания было принято решение безвозмездной передачи в муниципальную собственность двух квартир, которые были приобретены на вторичном рынке для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Меньше недели остается у предпринимателей и организаций на то, чтобы сдать сведения о среднесписочной численности работников за 2019 год. Данная информация используется при формировании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. За опоздание с отчетностью Федеральная налоговая служба накажет организацию или ИП штрафом. До 20 января текущего года сведения о среднесписочной численности работников за 2019 год должны подать индивидуальные предприниматели, нанимающие работников, юрлица, которые заключили трудовые договоры с нанятым персоналом, либо не имеющие персонала. В этом случае подается нулевая отчетность. А также недавно созданы юрлица, независимо от того, имеют ли они нанятый персонал или нет. Отчетность необходимо сдать в налоговую инспекцию на бумажном носителе или через официальный сайт налог.ру. Если прошлогодняя численность сотрудников превышает 100 человек, единственный допустимый способ сдачи декларации – электронный. Налогоплательщики с численностью 100 человек и меньше могут выбрать между электронной и бумажной отчетностью. Напомню, информация о среднесписочной численности работников используется при формировании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит предпринимателям заявляться на государственную поддержку в виде субсидий или пониженных налоговых ставок при использовании УСН. По вопросам предоставления отчетности можно звонить в Центр развития бизнеса Ненецкого округа 8-818-53-2-30-15 или 8-911-573-83-83. Необычная погоня произошла в Наринмаре в минувшие выходные. Сотрудники МЧС, волонтеры и опытные охотники ловили белого лебедя. Три дня пернатый убегал от многочисленных служб и в итоге был пойман. Сейчас беглец находится в клубе «Фортуна». О самочувствии кликуна узнала наша съемочная группа. Уверенный взгляд, вытянутая шея и грациозная осанка. Так можно охарактеризовать нового питомца клуба «Фортуна». За его спасение несколько дней подряд боролись неравнодушные жители округа. Три дня назад нам позвонил мужчина, сказал, что на свалке гоняют лебедя-шобаки. Мы приняли звонок, сразу же поехали искать его. Но метель и пургань угадала нам его найти, потому что было очень темно и было очень ветрено. Мы два часа проходили почти свалки, никого не нашли, вернулись домой. Мы попытались с восьми утра достать его из полынии, но лебедь передвигался и от нас убегал. Мы еще два часа за ним ползали по лесу до самой темноты, вернулись домой. На третий день нам подключились МЧС и опытные охотники. И за счет этого в течение четырех часов мы лебедя поймали и привезли на конюшню. Намотав множество километров, пернатое чудо принесли на конюшню. Лебедь совершенно здоров и чувствует себя великолепно. Кормим рыбу, покупаем сорогу, отходы из садиков. Есть каша, капуста обязательно в рационе. Хлеб замачиваем и вода. Ну, как бы это основной корм. Останется он до весны, пока морозы спадут, а потом увидим, если он уже не летающий, никуда не улетит, ну, как бы, то он будет здесь, потому что собаки сожрут. Смотрю, у него там подруга появилась, да, и как они себя чувствуют, дружно ли живут? Живут дружно, как бы, и не дерутся, но неизвестно, подруга или нет. Ну, мы не знаем, не определяем. У нас так же самое с гусем было. Думали гуся, оказалась гусыня. Кстати, соседка гусыня восприняла нового жильца в штыке. Сотрудникам фортуны пришлось отселить ее в другую клетку. Напомню, сейчас на содержании в клубе находятся более десяти птиц. Это павлины, фазаны, голубь и вороны. Всего животных около тридцати. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». 15 января в Заполярье завершается голосование в рамках проекта «Наусто». В нем уже приняли участие 700 жителей региона. В пятерку самых популярных среди участников опроса направлений, по которым распределены проекты, входит транспортная инфраструктура, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территорий, ЖКХ, спорт и активный образ жизни. Голосование проходит на платформе «Народный контроль» и в нем может принять участие любой желающий. Вы тоже тогда проанализируете, сколько вам нужно времени для того, чтобы все предложения систематизировать. Там довольно много людей проголосовало. Ну и уже надо, соответственно, составлять план работы, какие проекты по какой линии. Голосование за пул проектов завершится 15 января. Напомню, проект «Наусто» должен стать дорожной картой по реализации на территории Ненецкого округа национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным и стратегией развития региона до 2030 года. В Ненецком округе началась перерегистрация получателей ежемесячных компенсационных выплат на детей. Это ежегодная процедура. Продлится она до 1 апреля 2020 года. Как пояснили в профильном департаменте, подтвердить право на получение компенсации необходимо жителям Заполярья, получающим так называемые «детские», назначение которых зависит от размера среднедушевого дохода семьи. К числу таких выплат относятся ежемесячные пособия на ребенка. Его минимальная величина составляет 1000 рублей. Для одиноких матерей – 2000. Пособия получают семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в Ненецком округе в расчете на душу населения. Кроме того, до 1 апреля необходимо подтвердить право на получение ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю, воспитывающему ребенка на дому, которому временно не предоставлено места в дошкольной образовательной организации. Размер такой выплаты составляет 6000 рублей. Мера социальной поддержки распространяется на детей от 1,5 до 4 лет, которые воспитываются на дому и состоят на очереди в детский сад, а также на детей от 1,5 до 8 лет, если в населенном пункте по месту проживания ребенка нет дошкольной образовательной организации или невозможно посещать детсад на основании медицинского заключения. На социальную поддержку из бюджета Ненецкого округа могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом не более однократной величины прожиточного минимума. Еще одно пособие – ежемесячная компенсационная социальная выплата многодетным семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и каждого из последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Размер выплаты равен размеру прожиточного минимума, установленного в Ненецком округе для детей. Право на получение указанной выплаты распространяется на многодетные семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает одного прожиточного минимума. С заявлением на перерегистрацию жители Заполярья могут обращаться в отделение социальной защиты населения по адресу город Наринмар, улица Сопрыгина, дом 9Б или в отделение МФЦ. В Ненецком округе продолжается кампания по доставке детей из отдаленных поселков округа после зимних каникул к месту учебы в Наринмар. 11 января в Наринмар из отдаленных населенных пунктов начали возвращаться школьники, обучающиеся в школе имени Антона Пырерки. Первый школьный вертолет доставил в окружную столицу учеников, проживающих в селах Нижняя Пеша, Шойна, Ома, Несь, деревня Кия, Чижа, Вижас и Снопа. 12 и 13 января с новогодних каникул вернулись школьники из сел Коткино, Нижняя Пеша, поселков Индиго, Ваучейский, Каратайка, Варник, Амдрама и Устькара. 14 и 15 января в окружную столицу школьные вертолеты доставят ребят из поселков Нельминос и Бугрино. В Наринмаре на ледовой арене детско-юношеского центра «Лидер» состоялся ежегодный бал маскарад, приуроченный к празднованию Старого Нового Года. Пропуском на бал в канун Старого Нового Года традиционно стал маскарадный костюм и коньки. Зайцы, снеговики, Дед Мороз и сразу несколько снегурочек разных возрастов. Все, кто пришел без костюма, могли подобрать его во Дворце культуры Арктика. В дополнение к этому, все, кто пришел на праздник без коньков, могли бесплатно взять их в прокат. Участников балла маскарада в самых оригинальных образах наградили подарками и сладкими призами. В программе мероприятия выступление сольных исполнителей и артистов студии страны джазового вокала «Импровиз» и вокального трио Катерины Климовой, Евгении Пушкаревой и Олеси Урбанович. Многочисленные гости с удовольствием покатались на коньках, поучаствовали в веселых конкурсах и играх на льду. Закончилась ледовая встреча дружным хороводом. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.